Привет, зритель! Помнишь, я писала на стене канала? Ну, если ты не помнишь, значит, ты тупо не читал. Короче говоря, я писала на стене канала, что тут внезапно сделала тестовый первый заказ на Яндекс.Маркере, маркете, фу, блин, который раньше назывался Беру. На Беру я так смотрела, и как-то мне было стрёмно там что-то покупать, а тут я коробочку сегодня забрала, в Инстаграм что-то втыкала и смотрю, мне какая-то картинка, вот купи там. Я туда ткнулась, и оно мне открылось, установилось приложение на телефон, и как бы вот как-то всё так случилось. Короче, внезапно у нас есть в Угличе, помимо прочего, пункт выдачи ДПД. Вчера оно вообще пришло, как бы у меня тут бумажка даже есть, которую заполняешь, там, данные, паспорт, потом, ну, обычная бумажка, тут данные, паспорт. Данные паспорта, фамилию, имя, отчество, подпись, дату, число, одна коробка пишешь, одна, а потом одна. Ну, как бы это, и получаешь коробку, и внезапно ты эту коробку там открыть не можешь, да? Как ты так вот, на базе зон ты можешь проверить, на Вайтберс ты можешь проверить, на Яндекс.Маркете хрен ты проверишь. И вообще всё это находится в магазине Кварц, на Ленинское шоссе, по-моему, дом 8, ничего такого не говорю, потому что, в принципе, это как бы секрет Полины Шинеля. Я видела, что там этот есть пункт выдачи 220 вольт, туда именно вот это вот доставляется, но как-то не приходилось заказывать. Точнее, как бы в некоторых сайтах у меня был такой, что можно туда доставку, но у меня было как-то стрёмно. Как бы оно есть, но я внутри магазина была, и нигде ничего такого не написано. И тут я, значит, захожу в магазин, вчера вообще, как бы оно должно было прийти смс-кой. Оно должно было прийти в Вайбере, если он у вас есть, есть у меня Вайбер. И оно должно было прийти на мыло. На мыло мне пришло, но так как я работала, в поте лица, вообще 60 с лишним страниц, отклинила, оттайпила, скандритом, короче, занималась, то я как бы мыл не проверяла, и телефон уже увидел это сообщение на мыле спустя полтора часа. Как бы уже не успеешь полчаса до закрытия, там, с 9 до 6 база работают. Так, четверг и воскресенье у них внезапно выходной, у самого магазина, соответственно, у базы тоже. Но я сегодня запёрлась оттуда, хотя могла не успеть, с 9 до 3 в субботу они работают. Вот, и думаю, как бы, зашла. Два окошечка, ничего не помечено, одно окошечко совершенно пустое, два человека, второе окошечко, там, как бы, служивают людей. Моя очередь подошла, я так это спрашиваю, как бы, у меня вот заказ, там, 220 вольт, ну, то есть, всё, вчера пришёл, чё надо, как там заполнять. Ну, мне дали бумажку, показали, как заполнять, и выдали коробочку, что интересное, вот, как бы, ну, отдельную кассу сделайте, напишите. Выдача заказов 220 вольт. Я не уверена, что это кто-то, что посмотрит именно тот человек, который может на это как-то повлиять, потому что, вот, приходит первый раз человек, да, и хочет это забрать. И как? Два окна, ну, даже если у вас нечасто приходят за этими посылками, ну, судя по всему, всё-таки туда кто-то что-то заказывает, потому что была на полу коробочка по типу такой, я подумала, что, может быть, это моя, или, может быть, это коробочка, как бы, обозначает, что я действительно на то самое место пришла. Ну, и, короче, это. Вот, сделали у вас одно окно, если, как бы, нет посылок, можно обслуживать покупателей других, да, там, это касса, то всё. Но такого счастья нет. И, в общем, Катамешквея получила. Чё хочу сказать. У меня были бонусы спасибо, которые на Озон уже вот с прошлого года, с октября, кажется, нельзя использовать. Но бонусы спасибо есть, куда-то их девать надо, куда не знаешь. Как бы, в других городах России вполне возможно эти бонусы куда-то можно приложить, но у нас как-то выбор ограничен. И тут я узнаю, что на Яндекс.Маркере, маркете, почему я его всё время маркером хочу вызвать, ну, в общем, на Яндекс.Маркете можно заплатить чуть ли не 99% от стоимости этими бонусами. Спасибо. У меня там 160, что ли, было, как-то так. Мне весь заказ на 539 рублей вроде обошёлся. Минимальный заказ на бесплатную доставку. У вас будут, кстати, три купона, если вы зарегитесь в Яндекс.Маркете. По-моему, эти три купона действуют как минимум два месяца. У меня, по-моему, до 1 мая они действуют. И сейчас снова уже их три. Можно получить какой-нибудь купон на скидку, на заказ, на скидку, на заказ. И самый оптимальный купон – это на бесплатную доставку. Минимальный заказ – 690 рублей. Соответственно, можно ещё и оплатить его частично бонусами. Спасибо. А если у вас Яндекс.Плюс, то вы можете оплатить ещё какими-то бонусами. Но я Яндекс.Плюс не стала оформлять, потому что, знаете, 200 рублей, по-моему, там в месяц платишь. Не, конечно, это не особые деньги, но смысл такой вот – это как платное обучение в ВУЗе. Вы денежку заплатили, а вам из этой суммы ещё и стипендию платят. Как бы платят вам из ваших же денег. Ну, как бы никакой выгоды вообще нет, никаких бонусов, никаких плюсов. В общем, ставите Яндекс.Маркет на свой смартфон, там ещё куда-нибудь, на свой утюг. Делайте, ну, регистрируйте, сделайте, короче, заказ. Если у вас есть аккаунт на Яндексе, то в той почте, с которой вы зашли, та почта в Атомы авторизуется. Я хотела-то другую, но у меня зашла вот та, которая зашла. Потом прописываете свои данные. У меня вообще там почта нахрен знает какое лицо. Имя-то вроде тоже, а фамилия-то другая. Получается, соответственно, всё по паспорту. Телефончик оставляете. То есть всё, выбираете ближнюю к вам базу выдачу. И там ещё всякие пункты выдачи, боксбери или что-то в этом роде есть. Но я как-то их боюсь. Я ни разу ничего не получала в этих боксбери или пятёрках. Вот там заходишь, эти ящички, ячейки. Мне как-то стрёмно. Я выбрала ДПД. Оно планировалось прийти, аж очень долго идти из Москвы, из Московской области, и прийти в понедельник. Но вот оно 23-го отправилось и 24-го пришло, судя по всему. Ну, по крайней мере, тут вот как бы написано, что 24-го. Точнее, оно 23-го отправилось. 24-го пришло. Сегодня у нас... Какое хоть число-то, блин? Ой. Я подозреваю, что другое число. Сегодня у нас 27-го. В общем, 26-го оно пришло. Как-то оно там шло сначала в одно место, потом в Ярик пришло, потом из Ярика сюда прискакало. Шло, в общем, недолго. Я думала, что реально 5 дней так и проползёт. И, в общем, оно пришло у нас 26-го, но... Марта. И до 6-го апреля оно могло бы там лежать, пока вот вы его не заберёте. Соответственно, оно предоплаченное. И если вы хотите списать свои бонусы, спасибо. Я прочитала и просмотрела там пару инструкций по применению. Я тут скрываю. Я вам не показываю, просто тут мой телефон. Вчера, когда я тайпила в поте лица цветок и соревок, у меня на мыло, точнее, на телефон пришла смс-ка от Телеграм. Не на тот телефон. Я так поняла, что кто-то меня хочет очень сильно так это взломать изнутри. Привет, Эвелина. И Лена тоже привет. Короче говоря... Это автоматом случилось, эти приветы. В общем, я посмотрела инструкции по применению. Если кому-то лениво смотреть инструкции по применению, но вы всё ещё смотрите этот ролик, то, чтобы оплатить бонусами спасибо, надо выбирать при оплате оплата бонусами спасибо. У вас пишутся бонусы спасибо, и остальшаяся часть пишется, соответственно, рублями уже живыми с карты вашей Сбербанковской. Ну и там как бы предлагается... У меня тогда предлагалось 165, что ли, бонусов было. Там минимум 7 баллов можно списать, максимум 165. Просто выбираете определённую сумму баллов, которую вы хотите списать. Там полностью списать. И оно списывается, соответственно. Ну, выгодный заказ получается. У меня он ещё вышел очень выгодный. Я случайно наткнулась на какие-то скидки. О чём, кстати, писала в этой записи на стене, в разделе сообщества на YouTube-канале, на который этот ролик как раз вот выйдет, и вы увидите этот ролик, если ещё досмотрите до этого момента. И там были какие-то скидки. Плюс я смотрела там на одну вещь, которую я покупала на Озон, но на Озон она внезапно пропала из продажи. Это яда семянка на при, той, которую едят, а не то, что вы могли подумать своими извращёнными мозгами. И тогда я покупала её за 300 с чем-то рублей, за 250 грамм. И, в общем, как-то дохрена дорого. Ну, относительно Whiteberries это было дёшево. Вот какие-то вещи можно найти на Яндекс.Маркете, которые реально дешевле, чем на Озон и Whiteberries. Но на самом деле чисто для меня Яндекс.Маркет вот как-то он, ну, хиленький такой выбор относительно других товарищей, которые мне ближе, где я чаще заказываю. А тут просто так подумала, ну, если мне что-то понадобится, я там просто буду иметь в виду, что на Яндекс.Маркете можно что-то найти. Может быть, можно что-то найти. И внезапно там можно что-то найти. Возможно, на Whiteberries и на Озон это тоже можно найти. Но какие-то продукты я тупо не встречала вообще. Я так увидела, скидки ухватила. И там можно было купить 3 по цене 4. То бишь, накидываете в корзину 4 продукта и последний минимальный под стоимостью продукта делится между тремя, вот, между, со всеми вот этими своей суммой, скидкой, как бы, эта скидка вычитается. Ну, такая частая фишка используется в Гринмаме, допустим. Сейчас у них сейчас идет, по-моему, до конца марта такая фигня, что 2 по цене 3 или там третий товар в подарок. Ну, третий товар в подарок идет по минимальной сумме. Обычно на мыло они присылают, так как бы все это расписывают. Короче, я открыла коробочку. Сейчас мы с вами посмотрим. Я даже думаю, немножко опустить камеру, чтобы было видно. В общем, я рассказала, да, там, оформляйте заказ, там, как бы приходит смс-ка о том, что ваш заказ оформлен, что он обрабатывается, то есть все, когда он отправляет, приходит смс-ка. И мне, значит, на мыло сначала пришло уведомление, что как бы заказ доставлен, потом пришло в WhatsApp, пардон, в Viber, где-то так, часа через 4. И где-то уже ближе к ночи пришла смс-ка о том, что мой заказ меня ждет на пункте выдачи, хотя пункт выдачи уже давно глубоко закрыт. Ну, в смысле, вообще закрыт. И так как я легла сегодня под утро, я была как-то не уверена, что я осирю встать по будильнику без 3 минут в час, ну, я проснулась где-то в час 26, что ли, и думаю, надо по-быстрому доехать. Как раз я успела забрать, еще и на Viber зашла. И как бы, может, в других местах эти база ДПД более как-то хорошо организована. Но, в принципе, на безрыбе и рак рыба, вот это все-таки для меня это лучше, чем из ячейки доставать, представляю, как это делается. Ну, и заказ очень выгодный. Сейчас увидите, что тут. Повернула, и экран у меня почему-то кверх ногами стал. Надеюсь, он снимать так не будет, но я, в принципе, знаю, как нам перевернуть при случае. Вот у нас тут бумажка проложена. Слушайте, белая бумажка, офигеть, ее можно разгладить, на ней можно порисовать. Ну, если у вас совсем нет бумажки, или можно что-то записать. Короче, я когда-нибудь честно-честно запишу АСМР, и пошуршу этой бумажкой, белая бумажка. Я, конечно, лоханулась. Это можно было купить намного дешевле. Так, я тут как-то показываю, не глядя в камеру. Короче, вот, надо смотреть. Так, на коробочку же у меня направлено. Это у нас гвоздика, 25 грамм. Она самая дорогая была. Но все остальное вышло очень дешево. И тут по 117 рублей было то, за что я заплатила что-то не 300 или с чем-то на озон. И на озон вот как раз эти семена пропали. Ну, в общем, мы тут видим, как вот так все тут есть практически. Ну, по крайней мере, вот так оно выглядит. Сейчас я просто уже буду показывать на камеру, чтобы удобнее было мне. Ну, и вам, соответственно. Вернулись в обратное положение. В общем, вот эта гвоздика, 25 грамм. На Вайтбрис можно найти чуть побольше объем. И примерно за ту же цену, ну, может, чуть подороже. Но как бы мне давно надо было гвоздики. У меня где-то раньше лежала гвоздика. Раньше эту гвоздику можно было купить буквально за копейки. Но не в прямом смысле. Но очень недорого. У нас магнитина, она что-то овертофига стоит. И что-то там грамм 10. А вот я иногда, раньше очень любила делать чай. Типа масала, индейский чёрный чай со специями. Чёрный чай с перцем, кружочком. Кстати, закупить с этого перца кружочком у меня ни крупного, ни мелкого. А сейчас нету. Ни тем более молотого. Ну, если только в какой смеси. И перец, короче, кружочком. И гвоздика. Ну, можно кардамон, там ещё что-то. У меня есть благодаря конкурсу от Кукпет эти молотые специи. Ну, гвоздики там нет, а вот кардамон есть. В общем, у нас тут 25 грамм гвоздика. Целебные травы России. Гарантия качества. Хотя мне кажется, что гвоздика – это же высушенные, не раскрывшиеся бутончики. И они вроде как в Индии растут. Не знаю, как в России есть ли они вообще. Применение герметоз, головная боль, пониженное давление. Заболевание полости рта, простуда, кашель, насморк, косматические приступы диабет, заболевание ЖКТ, нарушение функций печени, нарушение менструального цикла. Как раз о том, о чём я говорила в ролике с примеркой. И у кого там, слушайте, я, конечно, немножко от темы отступлю. Ну, ребята, спасибо вам за каменты. Я узнала, что некоторые из вас так косили под адекватов, что очень сильно бомбанулись на пол монитора каментами относительно того, как выгляжу я в третий день цикла менструального. Короче, срок годности – 2 года. Русские корни. А где вот эта дата, когда оно изготовлено? Дата, когда оно изготовлено. А, вот, нашла. 1 февраля 2021 года. В принципе, нормальный срок. Вот. 157 рублей, по-моему, она стоила. И тут 25 грамм. Можно, конечно, вскрыть, глянуть, как она воняет. Она уже, вот, даже я ещё не открыла, уже пахнет этой самой гвоздикой. Гвоздика, как давно я тебя не нюхала. Кайф. Буду в понедельник опять сканлетить цветочек из аребоку, чтобы уже расквитаться от наследия. Айрендропс. И буду дерябить чайчик чёрный, с гвоздичкой. Вот. Я вообще встречала молотую гвоздику, но я как бы сама ни разу не использовала молотую гвоздику. Если вы юзаете молотую гвоздику, дайте знать, ну как оно у вас там в пищу. То есть, всё так. Тут у нас мука ячменная для хлеба, лепёшек, печенья и блинов. С. Пудов. Мне нравится мука пудов, ещё есть мука гарниц, вот подобные такие упаковочки. Мне они нравятся. Но ячменную муку я первый раз вообще в жизни увидела. И чё, я её ухватила, хрен, она как раз шла вот этой по скидке, там 3 равно 4. Оно у нас 3 февраля создано, 12 месяцев срок годности. Мне чё прикалывает, на некоторой муке пишут 5 месяцев срок годности. Я иногда достаю такую муку, у неё уже этот срок годности 2 раза прошёл, и она всё ещё нормальная. Кто в курсе, это маркетинговый ход, как я думаю, или это действительно только 5 месяцев рисовую муку можно хранить? Может, я тут делала хлеб на овсяной, ну, которую сама смолола муке, потом, по-моему, в блендере в стационарном этой. Льняная у меня была мука, или пудов, или гарниц, я уж точно не помню. И обычная пшеничная на сыворотке. Я не помню, скидывала в Инстаграм или нет, но если не скидывала, то до сих пор ещё ем. Вот тут хорошая такая краюшка хлеба вышла, самопального домашнего на дрожжах, которые были просрочены на полтора месяца, но всё, тесто нормально поднялось. Я просто уже в последний момент, когда уже высыпала, на пикете глянула, блин, вау, они просрочены. Думаю, что будет-то? А ну, ничего, так нормально всё случилось. А короче говоря, у меня эта дневная мука оказалась просрочена где-то на год. И всё, ничего, нормально. Ну да, я могу забыть. Тут у нас, кстати, есть рецептик. Хлеб с яичменной мукой. Мне чем нравятся вот эти пудов и гарниц? У них практически всегда есть какой-то рецептик. В общем, вот мука тут у нас сколько грамм-то? А, 400. Знаете, когда вы это утяжелители по килограмму на руках, по утрам по чуть-чуть таскаете, то потом всё, что в районе килограмма или поменьше, вообще не ощущается. Вот килограмм не ощущается, а это даже, ну, знаете, как спичечный коробок. Так, чёрт у нас ещё. А тут у нас ещё, я тоже первый раз увидела, это тоже пудов. Всё для выпечки. Соло, это ржаной, ферментированный. Для выпечки хлеба и пряников улучшают вкус и аромат, сохраняют свежую для приготовления кваса. Я его видела иногда в составе каких-то рецептов, чаще в Инстаграм. Я там втыкаю чисто в ленту, и мне там выпадают какие-нибудь там, слушайте, не поверите, зрители. Я в Инстаграм закладки закидываю вплоть до корейских и японских рецептов. Ну, как бы там понятно. Корейский я не бельмеса, но по большей части понятно, чё это. А японский я чё-то уже понимаю. И вот иногда в русских рецептах встречался этот ржаной ферментированный солод. Думаю, блин, где же они его берут? И внезапно 300 грамм пудов солод. Когда-то сделан такой, сколько ты живёшь. Вот тут, кстати, наклейка, конечно, ни к силу ни к городу, но её можно отодрать. Я так понимаю, этими наклейками, точнее этим вот, страдают Вайсбери, Сазон, и, видимо, Яндекс, Маркет. Тут у нас заклеено, ну, какой-то там ржаной хлеб солодом и рецептик. Когда-то сделано-то. А, вот. 11 февраля 2021 года. 12 месяцев живёт. Во, чё я хотела? Я вообще-то видела, я хотела купить там, но как бы надо было набирать до минимум 690 рублей. Мне это вышло на 703, что ли, рубля, или как-то так. В общем, можно в телефоне глянуть. Семена конопли. Вообще-то должны были быть ядра семян конопли. Я сейчас очень удивлюсь, если они мне подсунули не совсем то. Платишь за ядра семян конопли, а приходят семена конопли. На картинке были именно ядра. Семена-то они как-то подешевле, чем ядра стоят. Да, да, вот те первые обламинго, зрители. Это реально семена, их придётся молоть в копимолке. Первый кот в мешке от Яндекса. Ну, по крайней мере, вы реальные эмоции видите мои. Я их не буду вырезать. Так же, как в том обзорчике, который с Азона. Ну, мне тогда, я сейчас забегаю вперёд, такой... Заманушку такую делаю. Короче говоря, там мне пришло что-то неликвидное, но мне внезапно Азон вернул тогда деньги. Тут 12 месяцев после... Ну, вообще живёт, не только после вскрытия. А после вскрытия оно живёт месяц, якобы. И 12 месяцев вообще срок годности. Я его вскрыла, теперь его не в течение месяца, якобы. У нас лопать 17 февраля, но сделанное. 250 грамм. 117 рублей. Я сейчас даже в телефон загляну. Хотя, знаем мы их, они напишут одно, ты закажешь, а потом будет другое. Иди сюда, мои заказы. Тут вообще очень как-то странно. Да, они уже выглядят как семена конопли. Товар сейчас отсутствует. Круто. А были ядры, Семянка, на плену? Да ладно, окей. Тут цента нету. Подробнее. Может, где-нибудь тут ещё написано что-нибудь. Грузись, грузись. Оплата бонуса, Мирбербанк. А вот, нашла я. Короче, ну тут... Я не знаю, насколько... Да, это тут уже посчитано. На 704 рубля у меня весь заказ был. 8 товаров. Ну, вообще, как бы 9, там просто 2 по цене одного было, или как-то так. Так, если бы я подключила Яндекс Плюс, то мне бы начали 18 баллов. Офигеть. Бесплатная доставка, потому что вот этот код бонуса. И да, когда вы делаете заказы, то вот мне на этот заказ приходит какой-то бонус. Либо это скидка на такую-то сумму, от такой-то суммы. Либо это бесплатная доставка. Вот у меня снова 3 бесплатные доставки. Но мне как бы столько ничего не надо. Я вообще тут закупилась. Так, 165 рублей я как раз вот это спасибо мне оплатила. Ну, и у меня на 539 оно вышло. И вот тут можете посчитать. 157 гвоздика, этот ферментированный солод 48 рублей. Пудов, ячменная мука 33 рубля. По 117 рублей ядра семян конопли, которые оказались просто семенами конопли. Я думаю, что их действительно нету в наличии сейчас не только на зону, а вообще. Ну, как бы не сезон, всё уже это. Расшелушили всё, что можно было, продали. Коноплектика, которую я уже обозревала как-то. Где вот ролик, там 3-4 вида короба, потом топинамбур и ещё порошок плодов баобаба. Там как раз вот не то, чтобы дегустация, но в таком стиле, как вот я чай обычно обозреваю, чаще всего. Где вот можно, допустим, вы пришли в гости, а вас там угощают, только пощупать нельзя, потому что вы с экрана смотрите. Так, дальше глянем, что-то у нас. Вот, у меня тут 2 штуки по цене 1-2 раза было. Я забыла совсем. Тут у меня крахмал кукурузный, 2 штуки по 200 грамм. 47 рублей упаковка. Ну, полностью вот это 47 рублей стоит. Как бы можно купить за 30 с чем-то 200 грамм в пятёрке, но вот это получается дешевле. Тут как бы уже 400 грамм. Оно вот отдельно упаковано в такой пакетик. Крахмал кукурузный, торговая марка Пудов, Россия. Фасовка 200 грамм, 2 штуки 400 грамм. Мне ещё потом понадобится купить, как он там, тапиоковый крахмал, но вот чисто киселёк сварить какой-нибудь. У меня тапиоки совсем мало, а крахмала, по-моему, уже нет. У меня есть там какой-то картофельный, я всё собираюсь сделать, этот смайл, слайм и как того, но у меня всё-таки ещё не доходит. Короче, вот, крахмал кукурузный для выпечки кексов, печенья, пряников. Я когда увидела вообще эти скидки, я подумала, что это как вот обычно бывает, знаете, на Гринмаме. Скидки супер до хрена, а в посылочке 90% просрочки. Ну, тут очень даже хорошие свежие продукты. Так, вот это у нас живёт 2 года. А, оно сделано 24 февраля, кстати, недавно. И тут ссылка есть, интернет-магазин www.pudov.ru Узнай идеи и акции. И скриншот этот самый QR-код. 200 грамм. Крахмал кукурузный, песочное печенье с клюкой. Ну, у нас крахмал тут тоже есть. Вот. Второй. Тут тоже песочное печенье с клюкой. Видать, на этой упаковке. Только такой рецепт. Точнее, на упаковке от 24 февраля. Оба, кстати, пакетика. Именно только вот такой рецепт. Ну, ладно. И вообще, у меня есть файлик с Мадокой от товарища по скандейту. И дико не дам мне все вот эти рецептики со всяких упаковочек. Так, почём у нас это было? Крахмал-то. А, я сказала, почём крахмал. Ну, каждый раз обновляется вообще вот глюк какой-то у этого. Ну, я считаю, что это глюк у приложения Яндекс.Маркета. Потому что на Озон заходишь, на какой страничке остановился. Даже если у вас вдруг сети случайно нет, то оно открывается именно то, что надо. Ну, у нас тут 47 рублей. Отруби овсяные. 500 грамм 75 рублей. For life. Я что-то увидела, думаю, а что бы нет. Ну, как бы можно где-то купить, наверное, на эти овсяные отруби. У нас продаётся по большей части вот такими шариками в магните. Ну, во всех этих сетевых. А тут, как бы, россыпью. Россыпью мне больше нравится. Можно смешать там с какой-нибудь этой едой. Вот у меня там тесто на блины стоит. Ну, видимо, я уже завтра это буду делать. Всё, у меня выяснилось, что одна подруга вообще как-то не умеет блин на печь. Я думала, это я такая растяпа. Но есть люди ещё более растяпа, чем я. Финские овсяные отруби. For life. Так, овсяные отруби. Бла-бла-бла. Можно употреблять как добавку к уже готовым блюдам. А также при выпечке добавлять тесто. Достаточно одной столовой ложки отруби в день. Для того, чтобы повесить уровень потребления клетчатки. Где тут у нас сделанная? Нет какого-нибудь рецептика тут? Рецептика нету. А вот оно, когда сделанное. Оно у нас сделанное 9-го. Ну, как бы сделано 23-го января, запаковано 9-го февраля. А и до 23-го января следующего года оно может жить долго и счастливо. Яндекс.Маркет 506. Это, видимо, ну, как бы, не знаю, может номер такой. Вообще, дайте знать в Каминг-бэр, если вдруг кто-то делал заказ на Яндекс.Маркете. Как оно вам? В общем, вот оно. Где оно, цена на него? Немножко из коробочки отруби просыпалось, потому что на телефоне я что-то такое чувствую. Вот то, что не надо в пакетик зафигачивать, они зафигачили. А то, что надо, не зафигачивать. Да, вот 75 рублей. Что у нас тут остаётся? Ещё один пакетик этих семян. Я же их покупала исключительно из-за того, что это были ядра. И когда оформляла заказ, они были ядра, но в корзине они уже как семена. Чудесно. Ну, ладно, хрен с ним. В принципе, просто семена я тоже хотела попробовать. И потом от этой фирмы, я тогда делала обзор, ну, там где-то процентов 30 встречалось этих шкурок на всю сумму этих ядер. И как бы они в зубах слегка задревают, но не очень так удобно их есть. Ожидаешь за такую цену, как бы действительно чистые семена, а на деле там 30% не ликвида. Поэтому, в принципе, шкурок просто. И если тут просто чистые семена, их можно измельчить в кофемолке, и будет несчастье. Ну, и вам, если вы решите купить. Так, и самая дорогая у нас из этого всего. Ну, учитывая, что на неё тоже скидка была потом. Грузись, животное. 110 грамм за 2 штуки, тут килограмм. Мука спудов рисовая, 2 штуки по полкило. В магните у нас я её не видела, хотя на книжечке магнитовой я видела, что она как бы присутствует в некоторых магнитах. Не знаю, какая цена. В пятёрке она сейчас стоит 74, что ли, рубля. Да, Ашана я давно не ездила, она там то есть, то нет. Ну, я считаю, что 2 килограмм за 110 рублей, это нормально. По 55 рублей получается за упаковочку. Спудов. И вообще, когда бы мне попадалось 400 грамм мука, гарница рисовая, так что, в принципе, это, я считаю, нормально. Мука рисовая придает выпечке нежную рассыпчатую структуру. Я когда-то куда-то зафигачивала остатки рисовой муки, она у меня что-то совсем чуть-чуть была. А тут я очень хотела сделать эти моти. Я помню, давно их хотела сделать ещё, когда у меня были паста Анка была своя, и конфетки из этой пасты Анка делалось, которые вот на видео есть где-то там на канале. А потом что-то как-то у меня не срослось, я забыла про это. Вот думаю, сделать эту рисовую лепёшечку, потом пасту Анка завернуть, и будет у меня счастье в виде моти. Тут у нас есть печенье рисовое с мёдом и кардамоном. Рис этот, да, и вот тут тоже. Вот как бы в этой слюде не очень понятно, возможно. Оно сделано 28 февраля, и у неё 9 месяцев у этой муки срок годности. Вот тут 9 месяцев. Но тоже все довольно свежие продукты. Яндекс.Маркет. 876, пардон. Это вот сама-то упаковочка. Вот здесь ничего не просыпалось. Тут из всего слегка просыпанного только вот эти вот отруби. Немножко в коробочке, немножко, когда ты берёшь, на руке остаётся, немножко на телефоне. Внезапно из всего кота в мешке, но это уже моя невнимательность, можно было, допустим, отменить заказ. Я просто не знаю, на какой стадии вдруг у меня картинка сменилась с одной на другую. насчёт этих зёрен вместо ядер нашего растения, из которого пеньковую верёвку делают. Ну, короче, ядер, семян пеньковой верёвки, можно сказать, ну, ладно, пофиг, пусть будут ядра. Они, наверное, угадали, они, наверное, думали, что да, да, вот Лёля хочет на самом деле эти ядра попробовать, а не шелушёные, в смысле семена попробовать, а не шелушёные ядра. Тут у нас клён какой-то стилизованный. Ну и, короче, минус того, что нельзя вскрыть у коробочку на базе выдачи ДВД, минус того, что там как бы неорганизована это совершенно выдача этих заказов, ну, это не к Яндексу претензия. Можно сказать, что кот в мешке оказался вполне себе котом. Всем спасибо за просмотр, кто осилил до конца. Если вы что-то из того, что я обозревала, покупаете, используете в пищу, там, что-то приготовите, может, у вас какие-то суперрецепты интересные есть. Можете поделиться в комментах, с удовольствием почитаю. Если есть какие-то вопросы, задавайте под видео или там ещё куда-нибудь. И всем пока! Не забудь поставить палец кверху.